Первый канал и Красный Квадрат представляют. На самом деле мы только после эфира поняли, что такое минута славы. Многое изменилось в нашей семье с родными и близкими. Мне в школе не дают прохода. Все время спрашивают о папе. Я им горжусь. Я знаю, он выиграет. Я очень переживала за Александра и Сергея, потому что такую стойку на голове, как они делают, делают единицы в мире. Просто потрясающий номер. Очень стильный, что редкость. Новый классный, да. Наши сыновья с детства разные по характеру. Они всегда были вместе. Вместе на рыбалку ходили, вместе по девчонкам бегали. И я считаю, что этого успеха они набили вдвоем, вместе. Семья – это не только родные по крови, но и близкие по духу. Вот для нас является таким человеком наш тренер Александр Васильевич Крачуна. Огромное спасибо ему за то, что он нас сделал такими, какими мы сейчас есть. Я когда посмотрел выступление ребят по телевизору, меня переполняла гордость за их выступление. Я даже не думал, что это можно сделать. Чисто физически, чисто по-человечески. Пацаны, мы с ним в финал. Радия Криченко вперед! Пацаны за шоу ждет! Сергей Александр посвящает свой номер любимым женам и родителям. Ребята признались нам, что у них все получается благодаря их постоянной поддержке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В прошлый раз Александр и Сергей показали какие-то удивительные трюки и особенную стойку на голове. Для финала они обещали усложнить свои трюки. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Но даже профессионалы не способны повторить этот трюк, свести вместе в такой стойке руки и ноги. Продолжение следует... Продолжение следует... Александр и Сергей Гринченко, Первомайск! 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 Александр и Сергей Гринченко! Александр и Сергей Гринченко! Александр и Сергей Гринченко, Первомайск! 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 Сегодня она дольше, по-моему, была. Не было вот этого предплечья? Предплечья не было, да. Почему? Потому что в тот раз мы работали короче, а по просьбе Александра Васильевича мы номер сделали длиннее. О, аплодисменты Александру Васильевичу, как сказал бы на моем месте Олежка. Надо только сказать и зрителям, и присутствующим, что речь идет о Первомайске. Ну, Первомайсков-то на территории бывшего СССР в каждом регионе по шесть штук, а это Первомайск, Приднестровье, Молдове. То есть ребята живут в такой глубинке, и даже не в России, собственно, и даже там внутри Молдовы-то еще отдельный анклав. А так здорово работают они, с таким вкусом, тактом, с таким чувством стиля, и так ставят номер. Молодцы, ребята. Как я рад, дорогие друзья, что Леонид Геннадьевич Парфенов очередной раз напомнил, какие парни из Молдавской глубинки появляются на Первом канале в программе «Минута славы». А сейчас двое из них отправляются в красную комнату к Вилле Хабасало. Пожалуйста. Мы действительно жарко спорили, но мы все-таки сошли. Итак, Александр и Сергей Гринченко. Александр и Сергей Гринченко. Это решение нашего жюри. Возможно, именно они в ближайшее время станут обладателями невероятного приза в истории отечественного телевидения. Десяти миллионов рублей. Внимательно смотрите большие финалы «Минуты славы» и выберите главного финалиста. Ну а мы прощаемся с вами. Стать звездой, твердили мне, нет надежды тут, лишних не берут. Дайте мне дорогу, лучше дай тебе. Дайте мне минуту славы, дайте мне минуту. Я блесну талантом, словно бриллиантом. И неизвестен стану всей стране.